Свобода печати. Не ездить на чемпионат. Йенс Шнайдер. Судяющий Зейтунг, Германия. 15 мая 2018 года. Летом в России начнется чемпионат мира по футболу. За месяц до начала первого матча Москва, по мнению немецких политиков, послал убийственный сигнал, касающийся свободного освещения событий журналистами. Под удар попал сотрудник телеканала Арт, Арт, Хайзепельд, Аэсепельд, известный немецкий спортивный журналист. В свое время расследования Изепельда способствовали тому, что российская допинговая система, поддерживаемая государством, стала достоянием общественности. Теперь ему отказано во въезде в Россию на чемпионат мира. Штефан Майер, Степан Майер, парламентский статс-секретарь в немецком Министерстве внутренних дел, говорит, что эта мера – дурное предзнаменование для объективного и независимого освещения событий на чемпионате. В употреблении допинга подозреваются и российские футболисты и спортивной политикой в федеральном правительстве Германии занимается Министерство внутренних дел. Ответственный за него секретарь Майер сказал, для объективной и независимой журналистики необходимо, чтобы страна-устроитель чемпионата мира по футболу разрешала въезд и тем спортивным журналистам, которые критически относятся к данной стране и занимаются расследованием злоупотреблений допингом внутри нее. Оппозиция уже требует отреагировать на инцидент соответствующим образом. Так, председатель партии «Зеленых» Анна Лина Барбак, Анна Лина Байер-Бочек, сообщила в интервью газете «Вель Тамсон» так, «Уэл Тамсон» так, что федеральное правительство обязано четко заявить, что отказ во въезде критически настроенным журналистам неприемлем. По ее мнению, этот случай – еще одна причина для того, чтобы представители правительства не ездили на игры чемпионата. Заместитель председателя Бундестага Вальфган Кубицки, Вальфган Кубички, СВДП, потребовал от министра иностранных дел Хайка Мааса, Эйка Маас, СДПГ, чтобы тот вызвал российского посла и настоял на предоставлении журналистам возможности для свободного освещения событий. Как сказал далее вице-шеф СВДП, оно для Германии обязательно и, как хотелось бы думать, соответствует интересам России. Со стороны министра иностранных дел Мааса пока комментариев не последовало. Он сослался на то, что нуждается в дополнительной информации. В опубликованном в выходные дни сообщении Министерства иностранных дел говорится, что мы по согласованию с АРТ связались с компетентными ведомствами и потребовали немедленного выяснения всех обстоятельств дела. Канал АРТ сообщил о запрете на въезд в Россию 55-летнего спортивного журналиста в пятницу. В сообщении говорится, что Зиппельд находится в России в списке персон Нонграда и поэтому не может въехать в Российскую Федерацию. Более подробными сведениями о причинах отказа канал якобы не располагает. По мнению руководства канала АРТ, эта мера – беспрецедентное вмешательство в свободу прессы в сфере освещения таких важных событий, как чемпионат мира по футболу. Даже если бы официальное обоснование осталось неизвестным, связь инцидента с расследованиями Зиппельда очевидна. Причина, конечно, в том, что в наших репортажах мы критиковали Россию, вскрыв систему российского государственного допинга в 2014 году, сказал он сам в пятницу. Все говорит о том, что отказ стал один из следствий этого. Вот уже почти 20 лет Зиппельд входит в число самых известных немецких спортивных журналистов. Его расследования допинга имели последствия. В конце 2014 АРТ показал первый фильм под названием «Тайны о допинге. Как Россия делает своих чемпионов». За ним спустя некоторое время последовало еще несколько фильмов на ту же тему. В результате публикации материалов некоторые российские функционеры были вынуждены уйти в отставку. Всемирное антидопинговое агентство, УАДА, создало комиссию по руководствам канадского адвоката Ричарда Макларена, Ричард Мчлорен. Комиссия подтвердила результаты расследования Зиппельда. Согласно им, в России с 2011 до 2015 год существовала система поддержки и сокрытия допинга, манипулируемая руководством Министерства спорта и в которой замешаны сотрудники спецслужбы ФСБ, Национальное антидопинговое агентство, РУСАДА, а также Московская антидопинговая контрольная лаборатория. В своем докладе председатель комиссии Макларен назвал это не «системой государственной поддержки допинга», а «институциональным заговором». Главным источником информации для доклада были показания и доказательства, предъявленные бывшим шефом Московской антидопинговой лаборатории Григорием Раченковым, который вскоре после начала скандала бежал в США и стал главным свидетелем в деле разоблачения системы. Во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане русским атлетам пришлось выступать без гимна и национального флага. В связи с расследованиями зародилось также подозрение, что и российские футболисты с успехом могли пользоваться допинговой системой. Не называя конкретных имен, Макларен предоставил сведения о 34 возможных случаях применения допинга российскими футболистами. Международной федерации футбола было рекомендовано внимательно изучить этот список. В него в полном составе входила и национальная сборная России, принимавшая участие в чемпионате мира по футболу в Бразилии в 2014 году. Российские официальные лица постоянно уверяли, что никакой системы поддержки допинга нет. За свои работы Зеппельд получил многочисленные награды, в том числе и премию Ганса Ахима Фридрихса. Премия имени известного немецкого тележурналиста Ганса Ахима Фридрихса присуждается ежегодно в Германии за выдающиеся работы в области телевизионной журналистики. Примечания пер. Шеф немецкого футбольного союза надеются на FIFA-политики, такие, например, как председатель комитета по делам спорта в Бундестаге Дагмар Фридрих, Дагмар Фридрих, СДПГ, ожидает четкой оценки от устроителя чемпионата мира Всемирной федерации футбола FIFA. Фрайя так называла отказ во въезде Зеппельда возмутительным фактом. Шеф немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, Рейнард Гриндель, также надеется на Международную федерацию. По его словам, FIFA придают огромное значение свободе прессы. Гриндель, я полностью уверен в том, что FIFA употребит все свое влияние, чтобы господин Зеппельд беспрепятственно мог делать репортажи из России. Тем временем из Москвы поступило странное сообщение, больше похожее на скрытую угрозу. Оно исходит от председателя Российского Союза журналистов Владимира Соловьева. Как сообщают источники, он потребовал предоставить визу журналисту арт для поездки на чемпионат мира. Зеппельд должен обязательно получить российскую визу и приехать на наш чемпионат, сказал Соловьев в эти выходные в интервью агентству РИА Новости. Цитата продолжается словами, однако к нему придется приставить охрану, чтобы его случайно не побил какой-нибудь знаток его журналистского таланта. По словам источника, шеф Российского Союза не считает Зеппельда журналистом, так как тот нарушает все принципы объективной журналистики. Международная федерация футбола сообщила, что Зеппельду уже одобрена аккредитация. Но в организации хотят получить из России дополнительную информацию.